Мы снова в эфире. Здравствуйте! Почти все лето 2015 года азербайджанские источники пестрили заголовками о том, что известный российский предприниматель, один из первых российских мультимиллионеров Герман Стерлигов поселился семьей в Карабахе. Доходило и до абсурда. Вместо привычного Азербайджану черным списком Баку решил воспользоваться Интерполом. Это так сообщали азербайджанские СМИ, а российские вроде как подхватили. Что ж, пока миллионера искала полиция, искала милиция и все остальные, мы нашли сами его в живописном городе Шуши и доставляем вашему вниманию. Заранее просим прощения. Карабахский ветер утащил наш микрофон куда-то в пропасть, поэтому снимать пришлось без микрофона. А для вашего удобства мы подготовили строчный текст всего нашего разговора. Герман Горьевич, как вы считаете, почему Азербайджан на этот раз не воспользовался своим своим черным списком в отношении вас, а не перешел такие правила, что воспользовался Интерполом? У руководства Азербайджана стоит в задаче выкурить во внимание великолепных, что чего они почти добились. Я не могу объяснить свое знание, потому что, когда мы возле Азербайджана, мы в праве Азербайджана, мы не планируем, но я никак не могу. Но я трону таким вниманием из азербайджанской стороны. Единственное, что это еще не важно, кроме Азербайджана, потому что Азербайджан, в результате деятельности Азербайджана я не могу сейчас уехать обратно, но я не могу понять, что меня примет против аэропорта, не против аэропорта, не против аэропорта, но мне не хотелось бы попасть в Азербайджан. Я думаю, что если что случится со мной или с моей семьей в Турции, я сразу подумал, что это Азербайджан. То есть я думаю, что это надо Азербайджану, может быть еще раз. Какой-то вопрос. Я же почему и спросил, почему вы имеете черным списком, потому что вы сейчас живете здесь и видите, что здесь есть масса иностранных туристов, в том числе и из России. Да нет, 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 это приезжают, и довольно-таки такие известные личности, и Азербайджан знает об этом, но причем-то, причем ограничивается все черным списком, а вот в однажды не вас, а торговые. Вот, тем не менее, вы намерены остаться в этой стране и на какое-то время? Мне вообще очень нравятся Карабахи, и нет курс без добра, нас так вот сюда выкинуло, можно сказать, сложные ситуации, опасные. И нам так понравилось, что мы здесь создаем свое хозяйство, я купил мельницу, я мельницу, стоящую на каменных жерновах, мельница на воде, на ручье Нагорном. Я мечтал об этом вообще всю жизнь, и в любом случае, у меня уже как бы два хозяйства, одно под Москвой, а второе уже небольшое, и я этому очень рад. Мне очень нравится Карабахи, мне нравится армянский народ, радушный, необычный, мне нравятся отношения к иностранцу, к гостям, ко мне, к моей семье. Мы просто купаемся в океане радушно, я нигде не сталкивался с такими отношениями к гостям. А вот вы еще сказали, когда мы с вами посетовали, об этом поле, что здесь будет находиться из-за Маяковского городца, если можно поподробнее, что тут именно будет? Маяковский злодеев, сатанист, безбожник, стихоплет, проклятый. А здесь будет проходить скачка, и они тут древности проходили, вот на этом плане проходили скачки Карабахи, скунув. И мы сейчас решили возродить эту традицию 29-го августа, будут проходить первые забейки Карабахских скунув, вот здесь. Также здесь моя жена будет проводить показ мод женской одежды под названием «Высокая мода Карабаха». Мы делаем эту модельную модель, и обязательно приезжайте, будем рады вам, и вас с женами приезжайте, будет и женщинам, и вам интересно. Это будет женская одежда с мотивами русскими и армянскими. Я думаю, что это, хоть в какой-то степени, дополнительно движение у наших народов. Я понял. Скажите, на Карабахе, вчера я узнал, что имеется есть община, вы не встречались ли? Нет, с Русским встречался, но я пришли на общину. Ну, если есть председатель общины, то, наверное, можно назвать и общиной. Видимо, с председателем мы встречались, мы встречались, да? А по поводу дома моды, на кого ориентированы? На всех, на приличную женщину. То есть это целомудренная одежда, не вот эта развратная мерзость, в которую сейчас ходят многие женщины, к сожалению, смотревшие телевизоры из Европы, из Америки. Это не ритузы в обтяжку, это не мини-юки, это не голые ляжки, это не голые сиськи, это не пухни обнажённые. Это целомудренная, традиционная армянская и русская одежда, которая, как бы, плетена выедена. Очень красиво. То есть женщины совершенно другими становятся, когда одевают приличную одежду. Даже неприличные женщины становятся похожи на приличную. А у нас почему-то так стало в последнее время привито, что мусульманки должны покрывать голову, а христианки открывают руки. Хотя, если в церкви покрывают голову, я думаю, что и... Ну какая особь христианка, если она развратно одета? Если она смеет своим поганым ртом говорить, что она христианка, она кощунствует и хулит Христа. Потому что, как может быть, христианка, раба Христа, одета как потаскуха. То есть, если ты одета как потаскуха, уж не называй себя хотя бы христианкой. Уж если мужик идёт в шортах, так не называй себя хотя бы христианином. Одел в ухо серегу, да мужиком себя не называй. Ну, нужно адекватно, я думаю, относиться к внешнему виду. Внешний вид говорит об очень много. Вот идёт человек в нацистской форме одежды. Понятно, что там работает, там, условно, в гестапо. Или там в форме Красной Армии. Понятно, что Красная Армия. Одевается женщина, как гулящая. Понятно, что как к ней надо относиться. Одевается мужчина, как баба. Ну, значит, что-то есть в нём начало каких-то... Карабахские девушки одеваются, многие очень неприличные. То есть, так как по телевизору... То есть, цивилизация дошла и сюда. К сожалению, да. И дети сидят в каждом подороге, и телевизоры в каждом подороге. Значит, каждое следующее покорение будет более оборудованным. Сейчас пока не поздно. Поскольку Карабах сохранит больше нравственности, чем Россия. Или тем более Европа, вообще мирская, или Америка отвратительная, задамецкая. То Карабаху нужно учиться на ошибках соседей и выкидывать из дома телевизоры. Вот что надо делать, чтобы сохранить своих детей. И тогда у вас будут урастать достойные карабахские дети на зависть всему миру. А не подобие европейским или российским развратникам. Вы недавно оставили запись в своем блоге. Сказали о том, что было бы неплохо, если бы Россия тоже была непризнана государством. Да, это было прекрасно. Я имел в виду, что если бы у нас не было никаких дипломатических отношений к теми странами, которые пропагандируют и признают садомию, прежде всего, как государственную политику, то это было бы замечательно для России. Если у нас есть дипломатические отношения с садомитами, то это позор для России. И это благо великое для Карабаху, что нет дипломатических отношений со всей этой педерасцией в Европе и в США. Я понял еще от наших слов, что по большей части вы будете заниматься в Карабахе аграрной делой. Это бизнес. Что это будет? Это просто образ жизни. Я же я крестьянствую в России, здесь тоже крестьянствую. А что это конкретно именно? Сейчас я у меня... Это тоже крестьянские дела. Да, по-моему, я имею в виду, он будет... У меня лошади уже есть. Мне Леон подарил лошади ЭРР, крестьянский партнер, Карабаха. Сейчас, если решится вопрос с землей, то я найду овес. Если появятся деньги, если найду партнера с деньгами, тогда я делаю большого хозяйства. Так-то я уехал в Болгарховку, декстренно, и поэтому у меня денег мало, мягко говоря, и поэтому большого хозяйства здесь все знать пока не буду. То есть вот так, не мелочи. Так, а в России намерены все-таки возвращаться, как бывать? Конечно, это же моя родина. Россия моя родина. Я русский крестьянин. Конечно, мне очень хочется на родину. Я очень скучаю и очень сожалею, что сейчас вот мне ставят палки в колеса. В данном случае этим палком является Интерпол. Для того, чтобы вернуться домой, взять, открывать сыроварню на днях. Я хотел к нему приехать на следующей неделе. Ну, мне сказали честно, Герман Львович, в аэропорту на вас. На какой это срок? Не сказали? Нет, а это может быть очень долго. Это может быть очень долго. Если не будет политической воли властей Российской Федерации... Но вы намерены обратиться к властям? Да, конечно, я обращусь к властям России. Я российский гражданин, и мне не нравится, что третья страна делает так, что я российский гражданин, не могу приехать без того, чтобы меня арестовали на территорию Российской Федерации. Я готов отвечать перед правоохранительным органом Российской Федерации, если у них есть какие-то там непредназначения. Ну, у них никаких нет, насколько я знаю. А то, что у азербайджанских спецслужб, или израильских спецслужб, ко мне есть претензии, так мне унизительно... Почему израильские? Ну, потому что я тоже активно в этом участвую. И мне унизительно то, что моя страна, Россия, идет на поводу объективно у наших в данном вопросе нет. Вы вот недавно даже сказали о том, что желали бы руководить Русью, не Россией, а Русью, а Русью без этнических книг. Вы считаете, что такое в России возможно? Все-таки это политическая страна? Нет, не так. Я говорил, что я счастлив был бы руководить Русью, если бы на Руси жили православные люди. А вот такие бритые ребята, как вы, или русские, такие же точно бритые, и какие, как вы, я совершенно не хочу вами руководить. То есть вообще, хоть вы армяне, хоть вы русские, хоть вы кто, вы для меня еретики. У нас разные мировоззрения. Я не могу вами руководить. Мне для того, чтобы вами руководить, надо, чтобы из дома телевизора выкидывали, дети из школы забрали, чтобы ваши бабы перестали ходить в этих... и заниматься всякими разобраниями. Театры закрыты, там, и так далее. То есть то, что вы должны делать православный правительство. Вы же меня порвете. И зачем мне это надо вами руководить? Я никого не порву. Да, конечно. Я более человек демократичный. Порвете в лучшем виде. Поэтому будете бороться за вашу демократию. Кажут, нам лишают наших прав человека. Рвань его. Поэтому мне вам руководить все, что не хочется. Хорошо, Герман Григорьевич. Вот такой еще вопрос. Сладывая с НДЗ. Часто почему-то, вот я вчера попался в интернете, почитал немного о вас, и очень часто ваше имя почему-то связано с неонацистами. Это кому-то хочется, это кому-то выгодно. Кто-то связывает. Конечно. Меня хотели бы садить в тюрьму, привязать меня к неонацистам. Это делал ряд средств массовой информации на Узкины своими руководствами, у которых тоже есть руководство. Я об этом подробно... А в каких-то лагерях писалось? Да, да, да. Это все вранье для боевиков. Я подробно об этом говорил на своей пресс-конференции. В слушах, там я полтора часа об этом говорил, поэтому сейчас повторять это бессмысленно. Я, к сожалению, не смотрел. Я в интернете, она выложена в тюрьму. Вот это все вранье. То есть никаких лагерей для боевиков, ничего подобного. Но вот есть такая рудкая пословица, дыма без огня не бывает. Может быть, где-то вы когда-то с ними сталкивались? Нет, в данном случае дыма без огня не бывает. Объясним, почему меня ненавидят те, что заказывал эту приведу. Потому что я написал учебник истории от Грозного Допута. И если вы его почитаете, вам будет понятно, почему меня ненавидят передавать демократическую общественность. Ученые проклятые, церкви, сатанисты всякие, пидорасты и так далее. Их очень много во власти. В разных властях, в разных странах. И поэтому они кормят, так сказать, быстрее кормят. В некоторых странах только они уже во власти есть. В Европе, в Америке. Допросы этого власти садомитов. И у них здесь пятая колонна есть в России. И в Карабане, кстати, тоже. Ну, а не пятая колонна, это даже в ультра-радикальных исламских странах. Ну, везде в разной степени. Да. Да, и везде. Пока готовился эфир, буквально на днях, Германа Стерлигова задержали в аэропорту города Москвы и уже успели отпустить. Наверное, эпопея все-таки с Антерполом закончится на этом. Вообще любопытно, что российские власти задерживают своих же граждан по первому требованию соседней республики, Азербайджана в данный момент, это представить, что я или кто-либо другой, будучи российским гражданином, уехал, например, в Крым. И меня задержали где-то в Киеве или Минске. По-моему, очень глупо. К тому же, если считать, что Стерлигова задержали только потому, что он говорил о независимой Карабахской республике, о том, что Карабах – это древняя армянская земля, ну так что ж тогда Жириновский Владимир Вольфович ходит до сих пор на свободе. Он тоже об этом когда-то говорит. Да и не только Жириновский. Многие власти, имущие мужи, многие звезды даже нашей эстрады, российской эстрады. А в заключении хочу поблагодарить Артура Саркисяна из Москвы, который откликнулся на помощь и предоставил нам недвижимость в Ереване, чтобы мы могли летом жить и работать в армянской столице. Все выпуски из Армении и Арцаха состоялись благодаря этому человеку, с которым, кстати говоря, я пока лично не знаком. Ну а мы с вами прощаемся и встретимся совсем скоро, в четверг непременно. Субтитры создавал DimaTorzok